доброе утро дорогие друзья сегодня 26 ноября время 11 час 26 сейчас проверю суббота до 26 ноября потеряла счет времени у меня завтрак сейчас я вам его покажу что-то так захотелось сварила лапшу добавила кусочек сливочного масла и потерла сыр вот такая лапша продавалась в светофоре как сейчас помню по 31 или по 32 рубля очень вкусная лапша лагман сейчас ее нет вот это просто показываю вам что в светофоре тоже есть продукты по очень привлекательным ценам и вкусные сейчас позавтракаю и мне нужно выдвигаться пришла косая бейка вайл борис 134 метра друзья 385 рублей представляете темно симонию по джинсу заказывала под покрывала которая буду шить из джинсов в технике page work вот но выбраться не знаю вот сейчас позавтракаю может быть хоть солнышко появится или растает посмотрите асфальт блестит как зеркало как стекло все обледенела сейчас я вот вот видите все обледенела но вроде птос крышка поэт дождусь потом пойду очень опасно привезли мне молочком надо сейчас забрать я думала что его вообще сегодня не привезут связи вот с такой с таким обледенением дорог ну вот привезли сейчас заберу молочком даже во дворе плитка тоже вся обледенела нужно очень аккуратно ходить сколько ж у нас на градусники на градусники у нас плюс 5 но это значит плюс 1 в москве минус 6 0 наверное да даже 4 где-то так лёшек сегодня звонил в москве 6 градусов мороза снежок лежит вот я говорю москва и чеплыгин разница где-то 45 градусов я имею ввиду что у нас в чеплыгине теплее на 45 градусов чем в москве ну и солнечных дней тоже побольше это я точно вам могу сказать прожив здесь уже год посмотрите что у нас творится монка как всегда любит забраться вот так под покрывала под плед и вот эти две кумушки наблюдают им интересно что же ты дурачок туда забрался и зачем тебе это надо кузьма спит под ванной шпулечка наелась спит здесь не спит но уже укладывается кстати сегодня я шпульки делала мяско перемалывала кстати в кофемолке друзья это могу только я сделать ну потому что объем мяса ну что там инстаграм нет думаю мыть блендер после этого как-то не хочется и я в кофемолке эти кусочки перемолола вместе с овсяными хлопьями все это дело сварила добавила водички сварила добавила потом пол чайной ложечки сюда растительного масла и шпулька съела с удовольствием смотрите что творится игры какие у нас вы мне прям напомнили был задан вопрос о чем вы кормите шпульку поскольку шпулька у нас любит натуральную пищу в отличие от остальных остальные едят сухой кор ну роял конин хороший но сухой моня нельзя монка а я ничего а я в окно смотрю вот он всегда так делает когда я его ругаю на нет это не я а я в окно смотрю а чё ты ругаешься вот да накладно когда кормить чисто мясом у меня этот лоточек сейчас филе продается у нас по 247 рублей по моему в пятерке за килограмм этот лоточек улетает на ура за дня наверно ну даже недели наверно не проходит вот и считайте вот вчера вечером я занималась распарывала покрывала с кресла сейчас вам покажу каким инструментом как же удобно друзья вот такой инструмент нашла я в машинке причем не в той которую лёшек покупала в старой это распарыватель очень удобная штука это удобнее чем маленькие ножнички прям я вчера за час распорола достаточно такой ну объемная покрывалась кресла так что у кого есть такая штучка в машинке лежит и вы не забыли может быть не знали если нужно распороть воспользуйтесь вот этот крючок или что это вот она очень очень острая острая внутри и очень легко распарывать из вязальных дел я связала шапочку она немножко сыровата она практически сухая вот если я сегодня выберусь я ее одену и конечно же вам покажу на себе жду вот когда дорога оттает немножко чтобы не так скользко было пойду вайлбери за бейкой и покажусь вам что хочу сказать после стирки совсем другое полотно ну вот от слова совсем значит весит шапка 100 грамм вот такая красотулька вязала я ее из трех ниточек два сложения было вот это пряжа силки вул от янарт я вам уже ее показывала вот янарт силки вул по 25 грамм в моточке здесь давайте еще раз посмотрим если фокус мне даст это сделать значит два сложения этой пряжи и одно сложение вот это пряжа это пряжа опал носочная которая а вот значит здесь 35 силка шелка раен 65 мирина вул это я вам про пряжу силки вул от янарт что хочу сказать мне это пряжа нравится нравится в смесовке вот приблизительно в такой сапалом я не знаю как она будет вести себя если вязать чисто из нее может быть появится катыш и потому что пряжа ну очень очень мягкая а вот в смесовке если подобрать цвет то ну очень хорошо легкая теплая воздушная ну вот просто красота красивая но 100 грамм извините на шапку с аранами вообще араны много пряжи забирают и посмотрите какая она длинная у меня в длину сейчас я вам скажу 17 и 17 вот здесь 34 сантиметра вот такая шапочка с отворота конечно двойной отворот это тепло ушком и она легкая и теплая в общем я наконец-то с новой шапкой эту дочери я уже не отдам я и уже связала вот такая красота красивая получилось и вот из этих остаточков пряжи у меня остался моточек 25 грамм вот это сил киву 25 грамм и здесь 25 грамм то есть 50 грамм сил киву здесь тоже грамм не знаю грамм 50 наверное есть может быть 40 опал и вот такая пряжа хочу в этот буду вязать снут воротник но это даже не снут а такой воротничок на шею как я люблю буду вязать просто резиночкой 2 на 2 под эту шапочку ну и как раз и ниточки используются и будет у меня любимый снут воротник я думаю что мне вот этой пряжи хватит лёшек на днях приезжает привезет мне у меня есть такая дубленка молочного цвета вот как раз прям под эту шапочку тоже такая дубленочка в стиле а-ля снегурочка вот так что буду красоваться в новой обновочке надеюсь что сегодня вам ее покажу я имею ввиду покажу как она сидит на мне но результатом друзья я очень довольна я сейчас выверну посмотрите какая изнаночка все ниточки я попрятала были конечно узелочки это естественно вот так вот выглядит изнаночка тоже достаточно аккуратно и да не сказала какими спицами резиночку я вязала спицами три с половиной а вот после резиночки переходя на ран взяла спицы на размер больше четыре с половиной здесь 100 петель раппорт узора составляет 20 петель вот у меня здесь получилось 5 рапортов покажу вам макушечку вот так вот красивенько выглядит макушечка но и ссылку на мастер-класс очень подробно по петельный мастер-класс я вам оставляла в прошлом видео блогера зовут наташа как вы мне сказали уроки вязания называется канал можете набрать даже на ю тубе и попадете на канал этой хорошей девочки которая дает такие прекрасные мастер-классы по петельные для начинающих друзья отвечу на вопрос быстренько вы спрашивали про мой пальчик и что помогло вот я вам покажу близко-близко здесь еще не совсем затянулась но это потому что я дырявила сдуру когда был герпес вот какая-то . еще осталось это все-таки был герпес вот сюда ну вот на ноготь вот вы видите покраснение даже еще есть вот ничего не помогло мазала я и вишневского и левомиколем вот но скорее всего просто помогло время мы знаем что герпес это 10 дней и его нет даже если ну никак не лечить конечно я куплю массе ацикловир и таблетки ацикловир раз такая беда существует чтобы следующий раз сразу ну как бы этим заняться так что с пальчиком все хорошо был обычный герпес ну что пойдемте сходим на разведку тут растаяло ну знаете судя по плитке вот но уже не то что было утром это я за молоком вышла в польска все равно очень скользко нет сейчас не пойду попозже пойду вот посмотрите вся земля вся земля лед просто лед полнейшее обледенение вчера опять ходила смотреть на приманки для крыс мышей все целое друзья все целое вообще это с крыш капает налить это вовремя посадила я чеснок вы мне там писали а он не померзнет друзья не померзнет в прошлом году 3 декабря я сажала чеснок и был вы видели какой урожай другое дело что я его мало посадила насколько рука дотянулась до копаной земли вот в этом году чеснока больше посадила так что даже если я еще не не успею досадить мне там хотелось еще немножко посадить то я думаю что нам хватит чеснока в два раза больше наверное лифт чем в том году еле-еле еду спасибо вам большое за подсказку по поводу того что у вас же там шифер стоит лена чего вы ванну не накроете друзья как же я вам благодарна ну вот вы представляете не догадалась не догадалась вот сейчас вот бежит видите с крыши но бежит на шифер и вода будет уходить вот туда я надеюсь может быть там еще чем-то прикрыть вот эту вот ну прям вот децил децил мне кажется в ванну все равно попадает надо будет дочечку туда поставить под этот сток чтобы направление сделать вот здесь тоже я посадила чеснок вот эта грядочка чеснока вот так что все дела огородные все успели сделать слава богу такая была дождливая осень которая не давала ничего сделать да мне еще юку вот надо замотать ну сейчас немножко растает вот это все это действительно убиться можно смотрите вот деревянная это я положила двери здесь были от чего-то от сарая чтобы ходить было удобно в сарай она вся вся оба обледенела и все сейчас выключаюсь друзья потихонечку пойду заберу молоко